Наша постоянная рубрика Олег Комаров отвечает. И вот такая, Олег Константинович, сегодня тенденция по итогам прошлого года. Российский рубль пошел в тройку худших валют за 2023 год. Вот за год национальная валюта ослабла на 23% по отношению к доллару. Впереди только турецкая лира и печально известный аргентинский песо. Что нужно предпринять сегодня, чтобы не обогнать Аргентину и Турцию? Первый вопрос это как раз центры банков и банковским структурам. А все ли они сделали для того, чтобы этого не произошло? А не получалось ли таких вот нарушений, когда они как раз сами занимались, банковской структурой занимались и получали свою колоссальную прибыль по результату 2023 года, то есть сейчас и 2024 год. Когда они решали вопрос, вот как раз курсовой разницы и многие другие. Кто вообще получил большие плюсы от этого? Судя по отчетам, который банк представил, значит 3 триллиона 400 миллиардов. Вот кто у нас получатель этих плюсов. Это раз. Второй момент. Да, значит 2024 год у нас идет и у нас, когда мы рассматривали бюджет, то есть вот Российская Федерация у нас проблемы в бюджете. Мне кажется, что во втором полугодии 2024 года, то есть значит опять пойдут по тому пути, что ослабит контроль со стороны банков. И может быть, то есть вот это мой прогноз, я говорил, что может получиться, что 150 рублей может быть за доллар. Такая может быть ситуация. Да, это позволит решить вопрос доходной части бюджета, дополнительных доходов. Да, это позволит монополистам, то есть у кого курсовая разница, доллар или евро, то есть допустим рубль перейти, получить дополнительные доходы. Но вот как раз тут вопрос возникает, какое примут решение в этом отношении. То есть первое, либо допустим у нас банк структуры будет отстаивать свою вот эту прибыль гигантскую, то есть допустим свои различные положительные какие-то такие дивиденды будут получать, монополия тут будет в этом решать, или мы будем думать об экономке России, о жителях России. Тут возникает вопрос, по которому пути мы пойдем. Ну ведь вот по итогам 2023 года, это уже факт, активы наших олигархов увеличились на очень много миллиардов. Ну да, то есть вот у нас... Здесь такая вот такая прямая зависимость одного от другого. Олигархи... Рубль падает, олигархи богатеют. Да, олигархи у нас богатеют, а население считает. Это действительно факт. Это факт. Большое вам спасибо. Задавайте вопросы Олегу Комарову и он на них ответит. Редактор субтитров А.Семкин